Добрый день! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Екатерина Булучевская. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Три десятка ДТП, восьмибальные пробки. Регион попал в эпицентр бури. С каждым часом Омск накрывает все сильнее. Горожан просят воздержаться от походов на улицу. Погода продолжит ухудшаться. Форсаж по Омске. Госавтоинспекторы ищут лихача, который ночью устроил сумасшедший дрифт на метромосту. И чудом остался жив. Горячие гости. В Омске встретили бойцов из Бразилии, которые покажут свою силу на турнире Александра Шлеменко. Расскажем о настрое файтеров на состязание. Планы на 10 лет вперед. Самое главное – это развитие креативных индустрий. Регион может стать одним из важнейших транспортных узлов в Европе и завоевать новые мировые рынки. Стратегию развития до 2030 года обсудили губернатор, бизнесмены и ученые. И в Альпы, не покидая Омска. Трассы есть на скорость, а трассы есть на сложность. В педуниверситете установят тренажеры для скалолазания, которые повторят реальный горный рельеф. Сколько человек уже изъявили желание покорить вершину? И почему именно этот вид экстремального досуга сейчас активно развивается? Напали на след молодой человек, похожий на сбежавшего из дома 18-летнего Семена Дрозденко. Замечен в Советском округе. Свидетели видели его в кинотеатре «Первомайский». Юноша был не один в компании друзей. Бдительные мечи опознали парня по приметам и уже сообщили силовикам. Семен Дрозденко, напомню, сбежал из дома 10 дней назад, 12 ноября. Причиной ухода стал конфликт с матерью. С собой парень, как оказалось, все же взял документы и ключи. Где находится амич сейчас, пока не установлено. Его разыскивают полицейские и волонтеры. Приметы юноши – худощавое телосложение, рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза серые. Если вы видели парня, позвоните в полицию, волонтерам или родственникам. Контакты на ваших экранах. Другим темам синоптики предупреждают о сильном ветре и гололеде. Несмотря на то, что столбики термометра в нем опустятся лишь до минус пяти, амичи просят по возможности не выходить из дома. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Такой способен повредить линии связи, электропередачи, обрушить кровлю здания или слабо закрепленные конструкции. Кроме того, возможен гололед. Из-за непогоды с утра на омских дорогах уже произошло 32 ДТП. Самая серьезная авария. Около завода «Пластмасс» водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. После чего виновник ДТП налетел на грузовую «Газель» и еще одну иномарку. От столкновения «Рено Дастер» отбросило в кювет, машина перевернулась на крышу. Сегодня на Красноярском тракте произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате которого один человек погиб, один в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства ДТП, а также все пострадавшие, будут установлены в ходе проведения административной расследования. Как позже стало известно, в больнице от полученных травм скончался и сам виновник ДТП. Водители и пешеходов просят быть предельно осторожными. Снегопад продолжится. В связи с этим аварийно-диспетчерские службы и ресурсоснабжающие организации города выведут в смены дополнительной бригады. В случае чрезвычайных ситуаций обращаться за помощью можно в МЧС. Телефоны на ваших экранах. Убирать магистрали дорожники начали. Не дожидаясь обильных осадков, технику вывели на проспект Мира, Иртышскую набережную, площадь Бугольца, а также улицы Бростита, Лермонтово, Партизанскую, 21-ю Амурскую. Только за минувшую ночь снег на полигоны вывезли около сотни самосвалов. Это, уверены специалисты, поможет избежать сужения дорог и снизит нагрузку на бригады после очередной метели. Снегопады, как прогнозируют синоптики, продлятся всю неделю. При этом вплоть до четверга сохранится теплая погода. Чтобы убрать наледь на магистралях, борьбу с последствиями стихии, дорожники ведут круглосуточно. Для этого на дороге каждый день выходит почти 200 человек и столько же единиц спецтехники. В ночное время работы производить более благоприятно, так как меньше транспорта. И это не мешает производить снегоуборочные работы и не мешает это движение. Так работы производятся в круглосуточном режиме. Сложностей никаких нет, все зависит от погодных условий. Сейчас мы работаем в обычных условиях. Убираем снег, очищаем от наледи, обрабатываем противогололедными материалами, производят прометание. После обильных снегопадов при необходимости количество спецтехники и людей увеличивается. Госавтоинспекторы взялись за меча, который устроил дрифт на ночном метромосту. Видео с опасным маневром очевидцы опубликовали в интернете накануне. Ролик быстро разлетелся по соцсетям. На кадрах «Тойота» на скорости влетает на мост имени 60-летия Победы. Иномарку по заснеженной магистрали бросает из стороны в сторону. Легковушка едва не таранит ограждение. Лихачом уже заинтересовались сотрудники госавтоинспекции. Сотрудниками госавтоинспекции при просмотре социальных сетей выявлена информация о дрифте на метромосту. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается, кто управлял данным транспортным средством. В последующем при тщательном обследовании этого видео будет дана процессуальная оценка действиям водителя и проведены профилактические мероприятия. Добавлю, что в выходные в столице из-за опасного стиля вождения разбился блогер Саид Кубденский. Москвич спровоцировал массовую аварию. За несколько минут до трагедии водитель на дороге играл в шашки, его автомобиль занесло. БМВ вылетел навстречу и снес две иномарки. Легковушки превратились в груду металла. Шансов на выживание у виновника ДТП не осталось. Известно, что блогер неоднократно нарушал ПДД на высокой скорости, гонял по магистралям, без номеров ездил по выделенным полосам. Привлекался за многочисленные нарушения и даже был лишен водительских прав. А сомнительные достижения публиковал в своем аккаунте. Впервые в России бразильские бойцы смешанного стиля Эвертон де Фрейтес и Алисон Висенте сегодня ранним утром прилетели в Омск. Они будут участвовать во втором турнире Шелеменко файтинг чемпионшип. В пути спортсмены провели 28 часов. Сейчас для климатизации, подготовки и сгонки веса у них есть пять дней. По словам гостей, в России они оказались впервые, а в Сибирь прилетели только за победой. Напомню, у соперниками Де Фрейтес и Висенте выступят омские спортсмены Александр Осетров и Александр Подмарев, соответственно. А сами бои станут главным украшением турнира, который состоится уже в эту субботу, 27 ноября. По какому пути регион пойдет в ближайшее десятилетие, в течение трех дней обсуждали эксперты. Представители власти, бизнеса и науки приняли участие в разработке стратегии развития Омской области на период до 2030 года. Как отметил губернатор Александр Бурков, от выбора вектора движения региона зависит качество жизни омичей, их материальное положение, возможность достойно жить и трудиться. При этом для воплощения стратегических направлений необходимо обеспечить надежную основу в виде федеральных программ и проектов. Всего определены девять ключевых направлений, среди них здоровое население, агропромышленный комплекс, образование и наука, машиностроение, нефтехимия, пространственное и инфраструктурное развитие. Для меня, наверное, самое главное – это развитие креативных индустрий. Потому что креативные индустрии, они будут развиваться как в сфере машиностроения, так и в сфере аграрного сектора, так и в сфере культуры и здравоохранения. Вот это те локомотивы, которые могут дать определенный толчок для развития той или иной отрасли. В ходе стратегической сессии участники обсуждения представили свои наработки, в частности, по развитию Омска как креативного центра Евразии, а также как транспортного узла, ориентированного на азиатские рынки. Также поступили идеи мероприятий по увеличению продолжительности жизни и развитию медпомощи. Министерства экономики собираются детально проработать все предложения и включить в проект стратегии. Очередное заседание Оперштаба может состояться уже на этой неделе. Как стало известно СМИ, предложение для обсуждения готовит главный санитарный врач региона Александр Крига. Пойдет ли речь об ужесточении антиковидных мер, пока неизвестно. Напомню, что сейчас в учреждениях культуры, ресторанах, торговых и фитнес-центрах Омска действует пропускная система. Попасть сюда можно только по QR-кодам. Такая мера, как ранее отмечал губернатор Александр Бурков, позволила сдержать неконтролируемый рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируют порядка 600 новых случаев. Правила, конечно, вызывают неудобства как у представителей бизнеса, так и у посетителей, но введение полного запрета на работу некоторых отраслей может привести к по-настоящему негативным последствиям для экономики. Аварий на трассе Тюмень-Омск должно стать меньше. На одном из участков завершился масштабный ремонт. В районе поселков Красный Яр и Любино-Малороссы расширили проезжую часть и усилили дорожное покрытие, уложили несколько слоев асфальтобетона. Кроме того, вблизи населенных пунктов оборудовали новые остановки, а также лифты для маломобильных пассажиров. Так они смогут попасть на другую сторону трассы. Ну а по-настоящему трудоемким процессом оказалась установка разделительных отбойников. Их разместили на участке длиной в несколько километров. Это, по мнению специалистов, будет препятствовать выезду автомобилей на встречную полосу. Вошла в доверие и оставила без гроша. Очередная пенсионерка стала жертвой находчивых аферистов. С мошенницей 79-летняя Мичка столкнулась лицом к лицу. Преступница пришла в квартиру жертвой и разыграла настоящий спектакль, чтобы усыпить бдительность женщины. С порога принялась ее обнимать, называла по имени, выдала себя за родственницу соседа и стала жаловаться на проблемы с зубами. А затем попросила в долг 15 тысяч рублей на услуги стоматолога. Сразу она просто изливала чувства. Вы подумали, что это родственница соседа? Да. Но она и сказала, я от Саши. Мне тоже деньги на зубы надо. Это она вам так сказала? Ага. Завтра я вам отдам все эти деньги, 15 тысяч, и тысячу дам за то, что вы мне одолвили. Неладная Мичка заподозрила, лишь когда отдала деньги. Женщина дошла до соседа и, пообщавшись с ним, окончательно убедилась, стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Силовики уже составили фоторобот-преступницы. Аферистке 30-35 лет, рост 150 сантиметров. Среднее телосложение, глаза карие. Женщина была одета в черную вязаную шапку и черное длинное пальто. Лицо скрывало маской. Если вы узнаете преступницу, позвоните в полицию. Телефоны на ваших экранах. Амичи могут освоить приемы альпинизма и получить удостоверение инструктора по туризму. Мой экзамен пройдет в горах Урала. Студенты педагогического университета выиграли сразу два гранта. Так в УЗИ появятся новые тренажеры по скалолазанию. Авторы проекта намерены расширить количество трасс и увеличить их сложность. Для этого на стенах закрепят специальные препятствия. Они будут имитировать реальный горный рельеф. Сейчас в списке желающих попробовать себя в роли покорителя гор около сотни мечей. Но пока одновременно на скалодроме могут заниматься 45 человек. А вот после его модернизации их количество увеличится. Вообще в скалолазании трассы есть на скорость, трассы есть на сложность. В данном случае трассы будут именно на сложность для того, чтобы можно было подумать, чтобы не сразу быстро пролезть, а именно решить, как действовать в той или иной ситуации. Когда вы встречаетесь с реальным рельефом, это огромная разница. Но если у вас есть хотя бы подготовка на искусственном рельефе, то у вас больше шансов понять, как действовать в реальной жизни. Отрабатывают участники клуба также спуск и подъем на веревках. Для этого нужно знать особенности применения оборудования. А вот тех, кто захочет стать инструктором по туризму, ждет программа посложнее. Курс рассчитан на 20 человек. В финале проверка навыков в реальных условиях. На майские праздники участники проекта отправятся покорять горы Южного Урала и посетят национальный парк Таганай. После преодоления маршрута они получат звание инструктор детско-юношеского туризма. Курс в первую очередь рассчитан на школьных учителей. Для именно группы, которая будет в рамках проекта, планируется организовать образовательные курсы онлайн. У нас есть опыт проведения очных занятий, мы будем переводить их дистанционно, чтобы учителя с рабочего места не уезжали и спокойно могли участвовать в нашей программе. Совместно с Азовской станцией туристов у нас разработана программа, где ребята сдают экзамены и получают удостоверение инструктора детско-юношеского туризма. Добавлю, что начать заниматься альпинизмом могут все желающие. Информация о тренировках публикуется в социальных сетях молодежного клуба. Сегодня «Авангард» в гостях у Амура в Хабаровске. Это будет самая ранняя игра для ястребов в чемпионате и первая в рамках дальневосточного турной команды. Отмечу, что сокращение календаря из-за олимпийских игр привело к тому, что амичи сыграют в чемпионате лишь два матча против Амура, а не четыре, как это было в прошлых сезонах. Соперник Ястребов на данный момент ведет борьбу за попадание в восьмерку сильнейших, а после смены главного тренера хоккеисты смогли набрать очки в 14 матчах из 23. Кто кажется сильнее в противостоянии Ястребов и Тигров, зрители увидят в прямом эфире на 12-м канале. Начало матча в 15 часов по омскому времени. Миллиарды в воздух. Группа компаний «Титан» проводит на своих предприятиях масштабную модернизацию, которая существенно сократит негативное влияние на экологию и поможет амичам вздохнуть полной грудью. Во-первых, заводы полностью отказались от вредоносного хлора при обработке воды. Установки постепенно оснащают современными фильтрами, они словно щит для атмосферы не пропускают химикаты. Результаты уже есть. Выбросы снижены на 20%. А через три года промышленники планируют удвоить этот показатель. Для этого используют самые передовые мировые технологии. Подробности в нашем материале. Пока ученые предрекали миру глобальную климатическую катастрофу и били тревогу из-за парниковых газов, в Омске вывели собственную формулу чистого воздуха. Проект, которому нет аналогов, в нашей стране разработала группа компаний «Титан». Основная идея в том, чтобы создать суперэкологичное топливо для транспорта. Именно машины, говорят эксперты, основной источник загрязнения атмосферы. Но с помощью высокооктанового компонента можно будет выпускать безвредное топливо. Выбросы угарного газа сведут к нулю. И, что самое главное, передовым проектом «Титан» готов поделиться с другими российскими промпредприятиями. В конечном счете мы снижаем потребление газа примерно на полмиллиарда кубометров в год. И плюс еще мы на 40% снижаем выхлопы в атмосферу. С этой инициативой мы вышли на уровень правительства. И потом это все будет консолидировано и интегрировано в единый проект федерального масштаба. Не только планы, результаты масштабной модернизации предприятий группы компаний «Титан» тоже есть. За последние пять лет нагрузка на омский воздух снижена на 20%. Все благодаря обновлению установок. Их оснащают специальными фильтрами. Они словно щиты для атмосферы не дают вырваться химикатам наружу. Экологичнее становятся и сами технологии. Например, производство изопропилового спирта сегодня предусматривает полное отсутствие стоков. А ведь без этого вещества в современном мире никуда. С его помощью изготавливают антисептики и средства для дезинфекции. И хотя промышленные процессы с каждым годом становятся чище, на предприятиях «Титан» ведется постоянный мониторинг за качеством воздуха. Это наша программа. У нас есть аккредитованная лаборатория. Два раза в сутки на границах санитарной зоны берутся анализы. В информационный центр все это передается. Поэтому здесь мы, ну скажем так, абсолютно открыты для общественности. Затраты на экологические проекты уже превышают 10 миллиардов рублей. И останавливаться «Титан» не намерен. Константин Лондон, Екатерина Балычевская, Андрей Кузьмин. 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Готов? На раз, два, три. Раз, два. Стой! Арват. Древний город государства Северной Финикии. Пошли! Новое поступление каждую неделю на ярмарке белорусской обуви самый широкий ассортимент. Порадовать себя смогут как мужчины, так и женщины, особенно когда погода в Омске стала по-настоящему зимней. Самая актуальная теплая коллекция, но для желающих есть осенне-весенние и даже летние модели. Подробности далее. Высокое качество обуви, а цена ниже средней. Ярмарка работает напрямую с производителем. Сапоги, ботинки, полусапожки. Здесь модели на любой вкус. Удивит и большая цветовая палитра. Качество хорошее. Я в прошлом году сапоги покупала, я их с удовольствием носила. И сестре отдала. Ароматизация хорошая, прям удобная. Выбор большой. У каждого свои вкусы, указывают на свои желания. Поэтому можно прийти и сделать приятное себе. В первую очередь. Хоть под брюки, хоть под джинсы. И чтобы единственное, не скользили. Чтобы можно было ходить, гулять и не падать. Все модели качественные. В наличии есть как натуральная, так и прессованная кожа. Такую не повредят даже сибирские морозы. А нескользящая подошва защитит от гололеда. Консультанты помогут подобрать обувь до 44-го размера для женщин и до 49-го для мужчин. Отличное качество обуви. Тепло, не скользкое. Цены напрямую от производителя порадуют каждого гостя. Здесь, во дворце Маунцево, самый большой выбор обуви в городе. Любые ноги найдут для себя комфортную пару. Ярмарка продлится по 28 ноября включительно во дворце культуры имени Маунцево по адресу Мира, 58. Спонсор прогноза погоды ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО Российский национальный союз пчеловодов. Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 23 ноября, в Омске пасмурно, снег. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5. Днем 2,4 градуса, ниже нуля. В районах также пасмурно и снежно. Ночью термометры покажут минус 5, минус 6. Дневные часы 3,4 градуса со знаком минус. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 8 ноября по 5 декабря. Мед свежего урожая с имбирем, пиргое-восковой молью, бортьевой. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК им. Баранова и в ДК им. Малунцева. Акция. При покупке 1 кг меда, 1 кг цветочного меда в подарок. Следующие выпуски смотрите в перерывах хоккейного матча. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»